ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришло время расставить точки над «и». Здравствуйте! О значимых событиях недели в ближайшие полчаса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начало этой программы, признаюсь, планировалось несколько иным. Но пока мы ее готовили, появился весомый повод все переиначить. Итак, точки над «и» с пометкой «Срочно». Каждый рубль должен быть на счету и работать на благо региона. Губернатор провел совещание с главами городов и районов и членами областного правительства. Речь шла о бюджете. В условиях нестабильных цен на нефть и колебания курса валют год будет очень непростым. Особенно для региона, в котором работает большое количество промышленных и нефтехимических предприятий. Конечно, пока то, что есть в нашем бюджете, основные статьи у нас закрываются. Но это будет все зависеть от того, как у нас будет с доходами, то есть сколько у нас будет поступать доходов. И мы выйдем ли на те 118 миллиардов рублей запланированных доходов, то тогда понятно, что сидящие там основные статьи закрываются. И какой объем возврата. Речь идет о возвращении авансовых налоговых платежей крупных компаний, которые поступили в региональную казну в 2014-2015. В прошлом году областной бюджет вернул им более 3 миллиардов рублей. В этом году, по словам губернатора, средства также придется возвращать. К примеру, только на конец января заявок на возврат из бюджета получено уже на 4 миллиарда рублей. Из них 517 миллионов перечислено. Многое будет зависеть от того, будет ли корректироваться федеральный бюджет. Не исключено, что главный финансовый документ будет пересмотрен. А значит, коснется это и региона. Предметно об изменении в бюджете, сказал губернатор, можно будет говорить весной этого года. На самом деле, я не раз об этом говорил. И для себя я сделал вывод, что мы как-то в Самарской области деньги считаем совсем по-другому или не считаем деньги. Не считаем деньги. То сейчас у нас обстановка настолько со всех сторон зажала, да, что с таким подходом мы можем провалить все. И эти слова касаются не только данного времени, то есть непростой экономической ситуации. В целом уже пора понять цену деньгам и научиться их считать, сказал губернатор. Так плохо, по словам главы региона, поддерживается малый бизнес, предприятия, инвесторы. А понятно, что в том числе от их развития зависит благополучие области. Ведь это и налоговое отчисление, имидж региона, создание новых рабочих мест, да и в общем уровень жизни населения. Еще более пристальное внимание надо обратить на агропромышленный комплекс. Еще в послании губернатор отметил, предстоит большая программа по молоку. И для будущих комплексов необходимо закупать скот у населения, а не тратить баснословные средства на приобретение коров из-за рубежа. Необходимо активнее заниматься семеноводством, ускорить строительство агропарка, обновить технику. От этого также зависит результат. Работать надо и по производству культур, по которым растут продажи. Нут, фрукты, ягоды. Уже в прошлом году, в 2014-2015 году, страна наша, мы, Россия, на 82 миллиарда долларов экспортировали сельхозпродукты. Это близко уже к нефти и газу. На 82 миллиарда долларов. А по оценкам разным, мы можем 300-350 миллиардов долларов. Это в два, в три раза больше, чем нефть и газ вместе взятый. И не быть, иметь земли, иметь Волгу, иметь самую мощную растительную систему в стране. И быть у обучения, ничего не делать. Чисто формальный подход к делу никому не нужен, но необходим результат. И что важно, делать надо так, чтобы потом не пришлось исправлять. В Самарской области раньше это встречалось очень часто. Как пример, поселок Озерное, сказал губернатор. Около четырех лет назад, в рамках сотрудничества с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, на федеральные деньги были построены дома для переселения из ветхого и аварийного жилья. Качество работ таково, что они уже непригодны для жизни и теперь все приходится переделывать. А это дополнительные деньги. В течение 10 дней присутствующие на совещании должны подготовить конкретные предложения по сокращению расходов. Кстати, как сказал в послании Николай Иванович Меркушкин, меньше тратить надо и на управленческий состав. За прошедшие три года расходы уже сократили на 24%, но надо как минимум еще 15-20%. Посмотрим по отдельным районам, посмотрите, где я должен. Может быть, у меня посвечаемся по полной бюджетной районе. Ну, районам, городов. Вы сами должны это посмотреть. Я не знаю, что самара, условно, вот так смотрит. Смотрит еще, где можно ужаться и так далее. Потому что мы все равно, как бы сложно не было, если мы ничего не будем делать на развитие, для развития, то понятно, что мы будем все проедать и проедать дальше. Суммы на проекты должны быть меньше, а вот качество работ, наоборот, выше. Губернатор четко заявил, каждый государственный и муниципальный служащий должен профессионально выполнять свои обязанности. Только усиленная работа всех уровней органов власти позволит Самарской области преодолеть сложности и двигаться вперед. Общество, как дает расшифровку словаря, это форма объединения людей, обладающих общими интересами, ценностями и целями. Именно на общество и общественников, это активные люди, сейчас в области делается акцент. Как неоднократно говорил губернатор, от нас с вами зависит, каким будет регион. Кстати, инициатива по выпуску областных облигаций как раз это подчеркивает. Регион решился на такой шаг для того, чтобы было проще решать вопросы, волнующие сейчас всех. Это в том числе инфраструктура. Для многих стран именно внутренние накопления, сказал губернатор в своем послании, стали главным драйвером развития экономики. При использовании в проектах таких займов активнее будет помогать и федеральный центр. Это логично. Вообще активистов становится все больше и все больше, задач они решают. Об этом шла речь на расширенном заседании областной общественной палаты. Небольшой экскурс в истории и о целях на перспективу. О том, что такое общество в Самарской области, в 2000-е и забыли. Принцип «каждый за себя» стал более популярен. О глобальных задачах речи не шло. Об этом даже ярко говорят показатели явки на выборах в то время. Сейчас же стоит цель возродить регион. Без людей решить эту задачу никому невозможно, уверена Тамара Григорьевна Сухобокова, бывший заместитель председателя Куйбышевского обл. А как без жителей можно? Без жителей нельзя. Жители смогут тогда, когда их будут по-настоящему, по-доброму привлекать. С людьми надо работать. У нас люди замечательные. И сейчас какая бы молодежь ни подрастала, как бы кто-то пытался там не отметить, что она якобы не готова и не хочет работать, это неправда. С ней просто не работают. Сейчас ситуация меняется. Результаты совместной работы власти и людей уже налицо. Это и построенные объекты, и вопросы безопасности, и опять же показательный момент выборы. Регион в лидерах в стране, и по явке, и по поддержке власти. Например, за губернатора, за Николая Ивановича Меркушкина, проголосовали 91,35% избирателей. Рекордные данные. Инициатива главы региона о создании общественных советов нашла отклик. На расширенном заседании общественной палаты Самарской области отмечают, в последнее время активные неравнодушные граждане успели проявить себя сразу в нескольких, очень важных для Самарской области, сферах. Здесь общество и власть работают в полном контакте. Эффективно работающие советы при региональных органах власти – это при Министерстве сельского хозяйства, при Министерстве здравоохранения, при Министерстве социально-демографической и семейной политики. Поясню, почему. Заседания общественных советов проводятся ежеквартально. Члены общественных советов выезжают на территории. Советы выступают с законодательными инициативами. Однако основную работу общественники ввели на жилищно-коммунальном фронте. Как пример – Самара, улица Среднесадовая. Председатель профильной комиссии областной общественной палаты проводит с жильцами дома своеобразный ликбез. Если есть управляющая компания, а признак управляющей компании – это наличие всех договоров с ресурсно-набжающими организациями. Управляющая компания должна заключать договоры на поставку воды, канализации, горячей воды, тепловой энергии, то есть электроэнергии. То есть все вопросы. Вы должны рассчитываться с управляющей компанией. Не напрямую. Вот это вот не закон. Работа по жилищно-коммунальному просвещению актимистами ведется как на областном, так и на муниципальном уровне. Общественники даже издают специальные пособия для собственников жилья. Контролируют ход работ по капитальному ремонту. Многое сделано, говорят они. Но многое еще предстоит сделать. Без контроля со стороны собственников, жителей, в сфере ЖХХ очень трудно что-то изменить. И наша задача общественных советов, в том числе, в первую очередь, и общественные палаты, общественных советов – это учить людей, то есть вооружать их знаниями. Вот я на сегодня вижу роль общественности именно в этом. Оценивая работу активистов, губернатор Самарской области напомнил, что в настоящее время общественным советам даны полномочия контролировать работу коммунальщиков. И этим рычагом надо умело пользоваться, считает глава региона. Занимаясь так профессионально, конкретно, скажем, больше через общественные, может быть, рычаги, тем же ЖКХ. Тем же ЖКХ. И я уверен, пройдет там год, два, три, и мы точно там будет порядок, будет, люди будут, ну уж, радоваться. Нельзя сказать, что будут там хлопать, радоваться, но, знаете, замечаний будет значительно меньше, потому что этот процесс сегодня идет, даны очень большие права как раз общественным организациям, даны очень большие права самим людям. Выборы – еще одна сторона жизни общества, где следует проявить активность неравнодушным гражданам. В этом году избрать предстоит депутатов сразу и в Губернскую думу, и в Государственную. Готовиться к этому событию активисты уже начали. От результатов этих компаний зависит много, в том числе финансовая поддержка региона-центра, возможность лоббирования интересов области. Очень важно использовать потенциал общественных советов и общественных палат, муниципальных, конечно, в проведении этой предвыборной кампании. Она действительно очень важная, она действительно сложная. Мы готовы принять самое активное участие в этой избирательной кампании, но, конечно, мы готовы поддержать тех, кто войдет в вашу команду. Нам стабильность нужна как никогда в нашей стране. Как никогда. Чтобы была власть, которая могла опираться на волю заявления абсолютного большинства людей. Абсолютного большинства людей. И для нас, для Самарской области, это будет непросто. Потому что мы к этому не привыкли. И я еще раз хотел бы, чтобы вот в том себе вы, активисты, это осмыслили. Потому что если мы будем в авангарде, скажем, этого движения, что ли, то, конечно, мы получим и соответствующую оценку. Я имею в виду не то, что мы как политики или губернаторы, а еще что-то, область, люди, что это территория, да, это опорный край державы. Это те, которые могут в нужный момент защитить интересы своей страны. Исключительно важно, подчеркнули участники встречи, сохранить сформировавшуюся в последние три года гражданскую активность. И в этом плане общественным советом отводится одна из ключевых ролей. Важно вовлечь как можно больше людей в выборные процессы. Только так, в нынешних непростых условиях, можно обеспечить региону и стране в целом мощное поступательное развитие. Сейчас есть возможность вернуть области лидирующие позиции во многих отраслях. Герой России рвется в бой, но уже по партийной линии. Председатель общественной организации Игорь Валентинович Станкевич вступил в новую должность, исполняющего обязанности секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия». На этой неделе его официально представили на заседании областного полицсовета, главной темой которого стала подготовка к предстоящим внутрипартийным праймерис. Именно они определят, кто будет участвовать в выборах депутатов Государственной Думы и Губернской. Уже известна дата, а предварительное голосование состоится 22 мая. Каким станет этот год для членов и сторонников «Единой России»? О планах и программах, которые необходимо выполнить. Далее. Решением заседания Президиума Генерального Совета «Единой России» Игорь Валентинович Станкевич будет исполнять обязанности секретаря РЕК отделения партии. Его официально представили в новой должности. Глава региона отметил, чтобы выполнить амбициозные задачи, которые стоят перед единороссами и добиться хороших результатов, необходимо приложить максимум усилий. Я думаю, он вот и своей активностью, и своим положением, может быть, и своими атрибутами, он даст партии дополнительные, скажем, очки. Он очень активен, и я уверен, что он очень активно будет работать. Его поддерживают военные. Опыт у него, я уверен, достаточно будет. Ну и он знает и сегодняшнюю жизнь уже очень хорошо. РЕК отделения партии власти последние пять лет возглавлял Александр Борисович Фетисов. В связи с назначением на должность заместителя председателя правительства Самарской области пост секретаря оставил из-за высокой нагрузки и степени ответственности. Кроме того, в партии существует тренд. Руководящие должности не занимают чиновники высших эшелонов. Очень широкий круг обязанностей, полномочий. И мне надо этим заниматься серьезно, добросовестно и отдавать все время, в том числе и свободное, которое у меня уже тоже восемь лет практически не было. Игорь Валентинович Станкевич – человек в Самарской области известный, пошел по стопам родителей, стал военным. Участвовал в афганской и чеченской войнах, получил звание Героя России. В 1999 году завершил воинскую службу в должности начальника отдела воспитательной работы Приволжского военного округа. До 2005 года Игорь Валентинович возглавлял администрацию Ленинского района Самары. Можно вспомнить такие примеры, как не как глава администрации, а чисто как человек. То есть обратились жители жалобы там по дому Владимирской семьи, по протечке в подвале. Значит, берем костюмы химзащиты, с утра пораньше, там где-то часов семь, с начала восьмого, в химзащите по подвалу, с фонарем. Игорь Валентинович реагировал на все жалобы людей. Полковник Запаса, возглавляя областную общественную организацию Героя Отечества, занимается патриотическим воспитанием молодежи. Он командует парадом памяти. Весной прошлого года из Эстонии доставил мемориальную плиту Героя СССР Евгения Никонова. Сейчас снова рвется в бой по партийной линии. У нас собрано в рамках избирательной кампании большое количество наказов наших избирателей. И основная работа, конечно, сейчас депутатского корпуса на районном уровне, это работа непосредственно по реализации этих наказов. На территории Самарской области реализуются 12 федеральных проектов партийных и 6 региональных. Николай Иванович Меркушкин в своем послании отразил, что очень много вопросов, более 70% поступает в вопросах в ЖИКах, а поэтому, безусловно, мы этот проект будем усиливать. Задачи стоят глобальные. Регион должен стать опорным краем страны. О том, как работает партия власти, можно судить по количеству сторонников. Их с каждым годом становится больше. Это показали прошлогодние выборы. 70% населения области поддержало «Единую Россию». Лучший показатель по России. Наша сегодня основная задача состоит в том, чтобы сформировать этот командный дух. Понимать задачи, которые сегодня ставит перед нами наше правительство. И осуществлять их в своих первичных организациях. Пусть первичные ячейки состоят из 8-30 человек, но это как раз те атомы, которые вершают, в принципе, Вселенной. Основной темой заседания РЕК Политсовета стали предстоящие праймерис. На территории области процедура будет осуществляться в 350 избирательных пунктах. Сделать свой выбор можно будет исключительно по месту прописки. По всей России определен один день для предварительного голосования – 22 мая. До 1-го числа кандидатам необходимо подать заявление. В этом заявлении определены ряд позиций, которые являются довольно существенными. Прохождение, скажем, учебы, жизни, а также каждый идущий на выборы кандидат должен представить соответствующую информацию о наличии судимости либо привлечении к какой-то форме уголовного преследования. Дальше – встреча с людьми и решение конкретных задач. Для участников праймерис обязательной в этом году станет форма дебатов. Их можно проводить до 15 мая. Допускается живое общение и посредством интернета, в онлайн-режиме. А победители уже войдут в итоговые списки и примут участие в избирательной кампании. Должны максимально консолидироваться, уйти от разного рода скандалов, которые совсем ни к чему не нужны, тем более надуманных, абсолютно надуманных скандалов разных. И работать над решением тех проблем, которые на разных выборах, а мы уже провели самые различные выборы, там и в Тольятти начиная, по губернии в целом, в городе Самаре в этом году провели. Люди очень много наказов дали, просьб очень много, предложений очень много. Мы должны предметно работать. Николай Иванович Меркушкин подчеркнул, предстоящие выборы депутатов Государственной Думы и Губернской должны пройти максимально честно и открыто. Доверие к власти, президенту России и губернатору Самарской области за последние годы существенно выросло. Результаты работы есть и их уже немало. Бассейн с пропускной способностью в несколько десятков человек, просторные залы для занятий самыми разными видами спорта и главное все это не только для студентов. Еще один современный спорткомплекс торжественно открыли в Самаре. Находится он в Поволжском социально-педагогическом университете. Заниматься в нем смогут все жители города. Уже в ближайшее время будет составлено расписание. Символический ключ от современного спорткомплекса. Общая стоимость сооружения 169 миллионов рублей. 80 федеральный бюджет, еще 80 региональный и 9 частные инвестиции. Проект удалось реализовать благодаря программе «Единая Россия» 500 бассейнов. Николай Иванович Меркушкин ходит в бюро высшего совета партии. В Самаре это третий бассейн в рамках программы партии «Единая Россия». Я вспоминаю, когда обсуждалась эта программа, а утверждало его бюро высшего совета партии, 500 бассейнов в вузам страны. И эта программа партии успешно реализуется. И вот в том числе в Самарской области открывается третий бассейн. И она может еще продолжена. Первый был дельфин у ГОСА, второй чайка для экономического. И вот у Педа «Буревестник». Заявку на участие в программе уже отправил Тольяттинский государственный университет. Ее в ближайшее время рассмотрят. Этот же бассейн будет открыт для всех жителей города. Сейчас сформирует расписание и уже можно будет заниматься. Размер бассейна 16 на 25. Пропускная способность 64 человека в смена. Все по современным стандартам. Удобно, комфортно, красиво. Бассейн очень хороший, на достойном уровне. Я думаю, здесь можно вполне проводить соревнования. Уже более профессиональные. Я думаю, даже на всероссийском уровне этот бассейн вполне подойдет. Бассейн очень классный. И сделано все по-новому. И чтобы людей больше тренировалось. Будем тут работать и детей воспитывать. Спорт как мода и как образ жизни. Это вопрос здоровья населения и имиджа региона. Губернатор внимательно осматривает комплекс. Здесь и тренажерный зал, и зал для занятий, например, художественной гимнастикой. За три года в области построено 9 бассейнов, 19 фоков, 13 полноценных стадионов с искусственным футбольным полем, 11 ледовых арен, еще две возводятся. 157 универсальных спортивных площадок во дворах и при школах. Только в 2015-м плюс три универсальных спорткомплекса. Два в Самаре и один в Тольятти. Это так называемые тройки. Ледовый дворец, бассейн и полноценный универсальный игровой зал. Построены дворцы в Новокубышевске, Южном городе, в Борском и Соклахке, Нельчеркасах, Обшаровке, Хворостянке. Студенты и руководство педагогического вуза благодарят правительство за хорошие условия, за этот спорткомплекс. Говорят, что это стимул для достижения новых вершин. В этом году педагогическому 105 лет со дня основания. Мы по содержанию нашего образования и по нашим показателям нашей научной работы, педагогической деятельности, научно-методической, мы являемся одним из ведущих педагогических вузов. Это без всякого сомнения. А в Поволжье это точно. Образованию в Самарской области оказывается большое внимание. В планах Гагарин-центр уже работает объединенный вуз. Перед ним стоит задача войти в топ-100 мира. Скоро начнутся строительные работы по центру одаренных детей. Лучшим студентам и аспирантам выплачивается целый ряд премий и стипендий. В 2015-м на эти цели было выделено практически 16 миллионов рублей. Лучший учитель России, педагог из Самары Сергей Сергеевич Кочерешко работает в первой гимназии. За победу по инициативе главы региона ему полагается двухкомнатная квартира. То есть стремиться студентам педагога к будущим учителям есть куда. Заинтересованы педагоги и в качестве знаний своих учеников. Преподаватели, воспитанники которых побеждают на Олимпиадах различного уровня, получают ежемесячные премии. Размер выплат достигает 99 тысяч рублей. Количество призеров уже выросло в разы. Об образовании речь шла и на личной встрече главы региона с премьер-министром. В области в рамках федеральной программы построят и модернизируют 80 школ. Вы будете приходить и учиться, или учить точнее, детей совсем в иных условиях. Появится абсолютно современная школа. И мы тут в Самаре попали в кон. Как говорят, мы заложили сами. В прошлом году три новейшие школы в Самаре. Впервые за 25 лет последних. Придается этому огромное значение президентам страны Владимиром Путином, премьер-министром, лидером партии «Единая Россия». И это все делается для того, чтобы наша молодежь была современной, абсолютно конкурентоспособной. Первая школа в Кошелевпроекте откроется уже 1 сентября этого года. Не исключено, что в торжественной церемонии примут участие первые лица государства. Самарский технический университет вошел в число региональных вузов, на базе которых будут созданы опорные университеты страны. Список высших учебных заведений опубликовала Миноборнауки. Претендовать на статусность, повышенное финансирование и расширение научных перспектив было бы невозможным, если бы не принято решение об объединении политеха и архитектурно-строительного. Напомню, опорные вузы – это второй эшелон системы высшего образования. В первом регион представлен Самарским национально-исследовательским университетом имени Королева. Он претендует на место в сотне лучших вузов мира. О том, как удалось достичь таких результатов и о перспективах в нашем материале. Приказ об образовании 11 первых опорных вузов в стране Минобор подписал аккуратно кануне празднования Дня российского студенчества. Подарок, ценность которого ученикам высшей школы еще только предстоит осознать. Самарский вуз, оказавшийся в оглашенном списке, будет образован слиянием политехнического и архитектурно-строительного университетов. 30 декабря был подписан приказ объединения. Мы составили план-график этого процесса. Я его уже представил в министерстве и уже по первому этапу мы уже отчитались. Это середина июня, это будет окончание нашего объединения. Многие удивились, не найдя в оглашенном списке СГАУ. Однако вузы, участвующие в программе 5-100, заявки на участие в конкурсе не подавали. Статус у него уже выше. Опорные вузы – это второй эшелон, а СГАУ – первый. На этой неделе экономический университет принял решение о присоединении к Аэрокосу. Таким образом, у Самарского национально-исследовательского университета будет три важнейших блока подготовки. Технический, экономический и естественные науки. Все это поднимает вуз на самую высокую ступень в системе российского образования и упрочивает позиции в борьбе за место в мировой сотне. Как в футболе премьер-лига, и у нас сегодня СГАУ условно называют премьер-лига. Опорные вузы – это первый дивизион ФНЛ. И первенство области, где нет магистратуры, где нет аспирантуры, где нет ученых советов, где нет полноценного вуза. И если бы конкурс условно сейчас мы не выиграли по-техническому, он бы ушел. Политехо и строительный и прежде обменивались методическими базами, помогали аспирантам в научных исследованиях. Вот, к примеру, в СамГТУ есть кафедра геологии с серьезными научными и практическими наработками в этой области. А в строительном готовят специалистов геодезии и маркшейдерии. Вот здесь мы могли бы взаимодействовать очень тесно, потому что, используя нашу базу и их базу вместе, это было бы лучше, эффективнее. Группы специальностей прикладная геология, геодезия, горное дело, которые мы относимся туда, там идут бурные дебаты по перспективам развития вообще этого направления. Вот, но я думаю, что вот мы должны со строителями в этом направлении тоже взаимодействовать и развиваться. Специалисты этой области востребованы нефтяными и газовыми компаниями, а нефтяной кластер – одна из сильных сторон Самарского региона. В этом и суть реформы – не механически объединить вузы, а получить реальную экономическую отдачу. На реализацию новой учебной программы опорные вузы будут получать по 200 миллионов рублей в течение трех лет. А это открывает больше перспектив и преподавателям, и студентам, и абитуриентам. Стобальникам не обязательно будет ввести свои красные дипломы в столицу. И это благодаря вовремя принятому региональными властями стратегическому решению по объединению вузов. Дмитрий Евгеньевич дважды ездил, я дважды встречался с министром, подписали официальное письмо в поддержку, все сделали, чтобы технический вуз оказался там. И, естественно, он оказался с первого раза. До 2020 года опорных вузов в стране будет создано 150. Один такой, многопрофессиональный университет, должен появиться и в Тольятти путем слияния государственного и университета-сервиса. И еще одна победа ректор Самарского арокосмического университета. Евгений Владимирович Шахматов стал послом волонтерской программы «Чемпионаты мира по футболу». Об этом сообщили на официальном сайте Орбкомитета «Россия-2018». Евгений Владимирович Шахматов и ее руководители еще 14 вузов страны, где в начале декабря открылись центры подготовки волонтеров, взяли на себя почетную миссию – популяризировать и продвигать волонтерские ценности среди студентов. Я надеюсь, что совместная работа на протяжении этих двух-трех лет приведет к тому, что чемпионат мира 2018 года, по крайней мере, в Самаре пройдет на ура, потому что вы все и за вами огромная армия молодежи будут участвовать в том, чтобы обеспечить достойное проведение на самарской земле этих мероприятий. Напомню, в 2018-м Самара примет ряд важных матчей, решающие игру сборной России в групповом этапе 1-8 и четверть финал. На этой неделе стала известна цена новинки автоваза. Рекомендованная розничная стоимость X-Ray стартует с отметки 589 тысяч рублей. Базовую комплектацию под названием «Оптима» – это мотор 1.6, 106 лошадиных сил, механическая коробка передач, входят две фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости, система помощи при трогании на подъеме, аудиосистема, система экстренного опровещения, светодиодные, дневные ходовые огни, центральный замок с дистанционным управлением со складного ключа, 16-дюймовые литые диски колес. Также «Лада» предлагает дополнительные пакеты под названием «Комфорт» и «Престиж» и автомобиль в комплектации «ТОП». Понятно, что эти машины оснащены более серьезно. Самый дорогой X-Ray обойдется в 723 тысячи рублей. Здесь уже есть и обогрев лобового стекла, камера заднего вида, климат-контроль, датчики дождя и света и усиленная тонировка стекол. Новинка будет оснащена флагманским двигателем «Лада» 1.8, 122 лошадиные силы и автоматизированной трансмиссией. Напомню, X-Ray уже оценил премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев во время визита на «АвтоВАЗ». Он передвигался на этой машине от цеха к цеху. Производство стартовало 15 декабря, старт продаж 14 февраля. Снова будем, россияне, гордиться тем, что у нас есть своя машина, которая не хуже, чем производство других стран. По крайней мере в этом классе, как и было, допустим, для «Лады» первые выпуски 40-50 лет назад. Так и сейчас. Это новое рождение «АвтоВАЗа». С «Лады» X-Ray мы даем российскому потребителю новый автомобиль мирового класса, который разработан в Тольятти, спроектирован в Тольятти, будет производиться в Тольятти. И мы не смогли бы этого сделать без поддержки наших партнеров, банков, правительств России и области. Особенно хочу поблагодарить Николая Ивановича Меркушкина. И сегодня я принес специальную книгу. Если вы сегодня захотите купить X-Ray, вы сможете записать свои данные здесь и получите ее в числе первых. В том числе и на X-Ray по инициативе главы региона пересядут госслужащие. Известно, что правительство области приобретет новинки «АвтоВАЗа». Это и вопросы экономии бюджета, и имиджа завода. От иномарок по качеству машины не отличается. Это сказал и президент России Владимир Владимирович Пуцин. Временные рамки эфира не позволяют рассказать обо всем подробно, поэтому дальше подборка событий и фактов недели, которые редакция программы «Точки над И» просто не могла упустить из вида. С 1 по 6 февраля работа всех школ Самары будет приостановлена. Занятия отменяют из-за карантина. По информации городской администрации, в третьей декаде января наблюдался рост числа заболеваний ОРВИ и гриппа среди школьников. Каникулы необходимы для предупреждения дальнейшего распространения инфекции. Почетный знак за труд во благо земли Самарской вручил губернатора легендарному работнику Куйбышевской железной дороги Михаилу Федоровичу Ковшову. Ветерану отрасли исполнилось 80 лет. Больше полувека он проработал на железной дороге. После победы он восстанавливал инфраструктуру и строил новые пути. Сейчас Михаил Федорович член консультативного совета ветеранов при губернаторе. Работает с молодежью. Поздравляя с юбилеем, глава региона отметил, что на таких людях держится не только регион, но и вся страна. Вы на самом деле тот человек, о котором можно бесконечно хорошо говорить. Говорят потом, это ведь до дня рождения, вот так говорят, это вот так как бы принято. Вот в данном случае я абсолютно искренне говорю. Вот он во многом полный самодача дел, потремет своей страны. Это человек, о котором бесконечно много можно говорить и только хорошее. Михаилу Федоровичу присвоено звание почетного ветерана Куйбышевской железной дороги. Приятная новость для федеральных и областных льготников. С 1 февраля на 7% вырастет размер их ежемесячной пенсии и социальных выплат. Это связано с тем, что в 2015 году уровень инфляции составил 12,9%. А индексация, проведенная в апреле прошлого года, роста цен не компенсировала. Для остальных неработающих пенсионеров пенсия вырастет на 4%. Еще одна индексация социальных выплат ожидается в апреле. Произойдет еще индексация получателям пенсий по государственному пенсионному обеспечению и социальных пенсий с 1 апреля текущего года. Эта индексация составит также 4%, но она будет произведена всем гражданам, получателям этих пенсий, независимо от того, работают они или не работают. Суд признал законным существование резервного фонда губернатора. Напомню, в ноябре прошлого года стало известно, что прокуратура внесла в Губернскую думу протест на положение регионального бюджетного законодательства, предусматривающие формирование резервного фонда. Однако 23 ноября после разъяснений представителей правового управления думы и областной счетной палаты депутаты протест отклонили. После этого прокуратура обратилась в областной суд, который в итоге отказал ведомство в удовлетворении требований, признав существование резервного фонда законным. Львиная доля средств из него, а это примерно 70%, выделяется на помощь многодетным семьям. Также деньги идут на решение других экстренных вопросов. Отметим также, что 30 декабря постановлением правительства Самарской области был принят новый порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда губернатора. Как пояснили в областном правительстве, это решение никак не связано с протестом прокуратуры и было обусловлено требованиями новой редакции статьи 34.4 регионального закона о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области. В соответствии с поправками, порядок использования фонда губернатора устанавливается правительством области. Тольяттинские ветераны против Дональда Трампа. На кандидатов в президенты США пенсионеры обиделись после того, как узнали, что стали героями его предвыборного ролика. В нем миллиардер пообещал заботиться о ветеранах и делать все, чтобы ими снова гордились и их уважали. Правда, вряд ли имел в виду именно жителей Автограда. Но как раз они каким-то образом попали на видео. Поступок предвыборного штаба республиканцев расценивают не иначе, как провокацию. Никакого отношения наши ветераны и участники к этой кампании не имеют. Однако фотографии наши используются, фотографии наших ветеранов используются в этой кампании. Это недопустимо, тем более там идет непосредственно ссылка на ветеранов. Это нельзя делать. Это уже является искажением фактов. В том числе и истории, и истории Великой Отечественной войны. Что делать теперь, судиться или понять и простить, еще не решили. Но приняли резолюцию и отправили ее в мэрию и оба управительства. Запрет на продажу спиртного по воскресеньям после пяти вечера снят. Губернская дума приняла поправки к закону о мерах ограничения потребления алкоголя сразу в двух чтениях. Однако, касается это лишь напитков не крепче девяти градусов. Минэкономразвитие подсчитало убытки с момента введения ограничений. Областная казна стала не засчитываться доходов с продажи акцизов. Меж тем, употреблять граждане меньше не стали. Часть продаж ушла в тень. Правоохранители чаще стали обнаруживать точки реализации и производства нелегального алкоголя. А медики зафиксировали 70-процентный рост числа отравлений контрафактом. Парламентарии приняли поправки с оговоркой, что необходимо усилить действия полиции по борьбе с нелегальными алкомагазинами. Напомню, воскресные ограничения на продажу после 17 часов вступили в силу летом прошлого года. Сегодняшнее снятие этих ограничений не отменяет запреты на торговлю после 22 часов каждого дня. Никакая экономическая целесообразность не должна влиять на здоровье общества. И мы должны формировать здоровый образ жизни людей. И тогда, когда будет здоровый образ жизни, когда будет здоровое общество, тогда и экономика будет подниматься. В регионе за год восстановлено более тысячи гектаров леса. Главная задача – сохранить и улучшить результат. Об этом говорили на расширенном совещании в региональном Минлесхозе. Руководители ведомств подвели итоги и обозначили приоритеты. В 2015 году на воспроизводство и охрану лесных насаждений было выделено более 500 миллионов рублей. Почти треть – деньги из областного бюджета. Год выдался непростым. Лесникам пришлось побороться и с вредителями, и с пожарами. Однако все службы оказались готовы. За весь пожароопасный период было зафиксировано всего 49 возгораний. Радно сказать, что и с областного бюджета правительством, особенно Николай Ивановичем Меркушкиным, большое внимание уделяется развитию лесной отрусли, финансирование значительно выше, чем даже из федерального бюджета. Все это нам позволило как раз вот с этими задачами справиться. Единственное, мы при ООШКОМ в федеральном округе завершаем вопрос о лесоустройстве, которые не проводились с 1995 года. То есть работа ведется плановая, и в принципе задачи на 2016 год остаются те же. Но здесь маленький нюанс. Все эти работы, объемы придется выполнять с меньшим объемом финансирования. Пока точки над «Эр» оставлены только в этих темах. Дальше больше. Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok